Добро пожаловать на очередной флегматичный стрим от Мисс Сикера. Я сказал на очередной. Упс, ошибочка вышла. Я имел ввиду, конечно же, на финальный стрим от Мисс Сикера, потому что я закрываю канал. Да, ребятушки, да, закрываю канал и перестаю стримить. Не то, чтобы я очень много стримил раньше, но все-таки как-то пытался относительно регулярно это делать, и теперь я с этим заканчиваю. Причина, по которой я заканчиваю стримить, она, в общем-то, проста. Я об этом сказал еще весной, когда возобновлял стримы после перерыва. Для меня все удовольствие и весь прикол стримов заключается в чем? В том, что на стриме сидят люди, как-то общаются, в чатике высказывают мнение, обсуждают игры. Идет интерактив, скажем так. А если вы зайдете, скажем, на YouTube-канал, на архив стримов, посмотрите там архивчик, последние покликаете там 5-6 стримов и больше, вы увидите, что абсолютно никого нет. Пустота. Да, да, я признаю этот факт. Я самый унылый стример в интернете. Мои стримы настолько скучны, что люди, в принципе, не могут их выносить. Ну, что поделать, ситуация нормальная, ситуация банальная. К тому же я никогда не рвался в коммерческие стримы, и стримы всегда только для себя, не продвигая никак канал, не рекламируя его, ничего не делая с ним. Просто надеялся собрать небольшое такое комьюнити людей. Человек там может 100 подписчиков, и чтобы 5-6-7 человек сидело в чатике и общалось. Ну, чтобы была какая-то движуха, чтобы было весело, интересно. Но нет, нет. Людей нету абсолютно. Абсолютно никого. И я просто не вижу стримить смысла дальше. Потому что мне интересно как-то общаться и разговаривать. Если общаться и разговаривать не с кем, то я в игры могу поиграть точно так же без стрима, но при этом без необходимости говорить в никуда или же вообще терпеть просадки по FPS. А FPS во время стрима надо понимать, что у меня компьютер старый и мощностей. Его на все не хватает, поэтому FPS, особенно в каких-то графонистых играх, сильно проседает во время стрима. Ну нафиг мне это надо, если даже это не с кем обсудить. Никого нет. Поэтому вот так вот. Плюс еще одна причина. Я играю в очень странные игры. И прямо сейчас вы увидите перед собой на нашем последнем стриме именно такую странную, дикую игру. Я в нее, кстати, еще не играл. Вы видите, нет кнопки. Load, Game. Ничего нет. Только новая игра. Сейчас мы начнем ее проходить. Я тоже давно хотел в нее поиграть. Руки как-то все не доходили. Теперь дошли. Сейчас посмотрим. Это самобытный какой-то тайваньский, даже не совсем китайский, а именно тайваньский ужастик. Вот. В духе звонка и всякой прочей китайско-азиатской дичи стрёмной посмотрим, поиграем немножечко. Но я к чему. Эта игра, она супер нишевая. И вообще у меня библиотека игр, она забита супер нишевыми играми. Играми, в которые обычно почти никто не играет и тем более их почти никто не смотрит. Их невозможно стримить. Но никто, блин, не станет смотреть ни визуальные новеллы, ни прочую дичь какую-нибудь странную, вроде той, что я прямо сейчас вам буду показывать. Потом что еще? Моя, опять же, любимая игра, которую я стримил в любой непонятной ситуации, и которой мне до сих пор дико безумно не хватает, это Atlas Reactor. Atlas Reactor закрыли. Злобные капиталистические свиньи, которым она, видите ли, не приносила, достаточно прибыли. Да пошли они нахер, чертова Гомига. Вот. И Atlas Reactor, блин, и играть приятно было, и стримить приятно было. Но его больше нет. А другие тактические игры, ну, постримил я вон несколько раз траблшутер. Игра просто... Конфетка, сказочка. Тактическая, анимешная, корейская... Такая пошаговая, интересная, сюжетная гринделка с гриндом, с экипированием, с кучей скиллов, с интересными там противниками, ситуациями. Все классно. Кто-то пришел это смотреть? Да нет, никто не пришел. Нахер это никому не нужно. Ну и... Черт, я буду напрягаться тут тоже тогда. В общем, вот так вот. Канал я не буду удалять, потому что это бессмысленно, особенно ютубовский канал. На ютубовском канале там много записей старых стримов, и особенно закрытого ныне и горячо любимого мной Atlas Reactor. Я хочу, чтобы все эти записи остались в сети так долго, как это будет возможно. Поэтому каналы я закрывать не буду, физически их удалять не стану. Но там ничего нового не будет. Нет, нет, просто вот. Все, не будет. Такие дела. Может быть, когда-нибудь, там через полгода, год, полтора, мне захочется что-нибудь показать интернету, очередную какую-нибудь странную дичь, но это уже не стриминг, это просто моя блажь и прихоть. Как стриминг-канал, как более-менее регулярный стриминг-канал, этот канал прекращает свое существование. Поэтому совершенно спокойно отписывайтесь от него. Ничего новенького, интересненького тут не будет. Я вам это высказал, объяснил все. Большой привет моим старым подписчикам, которых я последние, правда, полгода не видел совершенно. Особенно Лейнаре и другим подписчикам, которые со мной любили Атлас Реактор смотреть. Другие игры, старые подписчики. Привет вам, ребята, я вас помню, вы классные, но я вас уже как минимум полгода ни разу на стримах не видел. Так что не знаю, чем вы занимаетесь. Может, вообще перестали стримы смотреть, может быть, давно уже отписались. Но в любом случае, удачи вам. Вот. На этом я заканчиваю вступительную болтологию. Мы приступаем, собственно, к игре на последнем нашем таком финальном, завершающем, крайнем стримчике. Поехали. Игра на английском языке полностью. Как видите, настроек графики здесь не то, чтобы сильно много. Вот это настройки, все, что можно поменять разрешение, яркость и звук. Все. На этом настройки кончились. Язык только английский, ну и китайский, корейский. Нафиг они вам нужны, понятное дело, не нужны. Но будем играть на английском. Русского языка нету официально, неофициально не знаю. Может быть, кто-то и запилил патч, мне об этом неизвестно. Так что мы играем на английском и смотрим, что это за очередная дикая дичь, которую никто и никогда, блин, кроме меня, еще нескольких десятков таких же странных упырков и не увидит. Так, класс важно. протейшн, this был на английском, ну не повешено, милитарий видиус. Короче, нам рассказывают какую-то предысторию. Сохраняйте внимание на экзаменах. Президент начал северную экспедицию, бла-бла-бла. Смотрите, это инструктор бай. Сеттинг игры это Тайвань 60-х годов. Мисс Йин, могу я с вами поговорить? Давайте. Хорошо, класс, короткий перерыв. Мисс Йин. Вы видели раньше этот лист, этот список? И, в общем, что-то произошло. И парень приходит в себя, ох, я что, заснул? Это странно. А где все? Как так вышло, что здесь никого нет? Угроза тайфуна? Но в это время года не должно быть никаких тайфунов. Что здесь происходит? Сейф, сейф прошел. Ну, давайте смотреть, что это у нас тут вообще за дичь. Это моя парта. Мое сидение. Стулья довольно неудобны, но я к ним уже привык. Так, это правая кнопка, если левой кнопкой нажать, ничего не происходит. Так, левая кнопка, левая кнопка нам ничего не дает. Правая можно звук завывающего ветра. Должно быть, тайфун приближается. О, бумажка какая-то. На столе лежит записка. Добавлено журнал. Куда ушла миссис Йин? Записка. Куда ушла миссис Йин? Кто бы не передавал эту записку по классу, он, скорее всего, было беспокоено миссис Йин. Мисс Йин пропускает занятия из-за болезни. Это странно. Да, серьезно, чувак. я терпеть не могу этих учителей, заменяющих ее, которых они присылают. Школьный гимн. Наш школьный гимн. У него на самом деле довольно неплохая мелодия. однако текст выглядит как очередная пропаганда в общем. школьный устав и правила. Самым первым делом нашей ориентации было запомнить школьный устав и правила. Вся эта херня вроде будь честным, будь храбрым, будь верным. Так. в общем главное помните, что это мистер Шен, наш директор, кто установил эти правила. Так. Все. Пока записки кончились. Так. Как они? ИСК. Так. Закрытие. А. Просто. Так. Я положу это в свою тетрадку. Записную книжку, тетрадку. Окей. Это наш инвентарь. Ее здесь можно открыть. Ясно, понятно. Сеттинг игры, еще раз скажу. Это Тайвань 60-х годов. И разработчики игры это тоже тайваньцы. Поэтому игра очень странная, очень неординарная, очень криповая и очень необычная. Особенно для нашего такого европейского взгляда и стиля. но вот вот такая вот необычная дичь меня зачастую интересует. На улице становится темно. Я, пожалуй, должен пойти домой. это доска объявлений. Выходные это единственное на что я обращаю внимание. на календаре отвечены ежедневные и еженедельные тесты, разные экзамены, квартальные, финальные. Даже просто читая это у меня появляется головная боль. не очень парень, в общем, прилежный ученик. Так, можно ли здесь бегать? Чё-то как-то бега я здесь не ощущаю. Карл, я не ощущаю бега, а у тебя его и нет. Так, что на доске написано? Предупреждение о тайфуне. А я-то думал, что погода была довольно хорошая во время урока истории. Ну, понятно, больше вроде ничего интересного в этом помещении не видно. Выйдем на улицу. Дожди. Это расписание нашего класса. Неужели я проспал все послеобеденные занятия? Так, дверь. Это у нас что, туалет? Дверь закрыта. Как-то подозрительно тихо в этой классной комнате. Они что, все ушли домой? Ну, записочка. Кусок бумаги лежит на подоконнике. Скетч старого баньянового дерева. Старый скетч того, что выглядит как баньяновое дерево в школе. Судя по всему, под ним стоит какая-то фигура. дверь закрыта. Так, это расписание глянуть не дают. Вверх вниз по лестнице. Сейчас глянем, что там с другой стороны. Кстати, в помещении побольше он вроде даже пободрее двигает ножками. Так, тут ничего. Тут дверь куда-то. Женский туалет. Мне не следует туда заходить. Ну, ладно. Я сейчас не хочу в туалет. Снова вверх вниз по лестнице. Давайте глянем центральную дверь. Что там, можно ли в нее войти. Центральные ворота не в эту сторону. Короче, не дают. Ладно. пойдем к лестнице. Попробуем подняться на этаж повыше для начала. Ага, не дают тоже. Ладно, только вниз. Ну, пойдем вниз. Добавлено в журнал публичное объявление. Дуэт публичное объявление. В связи с тем, что у нас продолжается война с материковым Китаем, инструктор Бай просит студентов выдать всех, кто может сочувствовать коммунистам или кто проявляет другие признаки предательства. Слава Гаминьдану. Так сказать, они там не говорят. Будут назначены, будут выданы большие награды стукачам. Стукачам будут выданы награды. Так, еще что-нибудь есть. Результаты школьного соревнования по литературе. Они делают это только для того, чтобы стимулировать у нас патриотизм и восхвалять великого президента. А другого больше ничего нет. Понятно. Ты сюда не зайдешь. Здесь у нас что? говорят, что мистер Као иногда спит здесь. Дверь закрыта. Я не думаю, что кто-то внутри есть. Мистер Као или полковник Као, как мы называем его за спиной. Старый военный ветеран. просто, вы понимали, паренек, за которого мы сейчас играем, ну и в общем школьники, за которых мы будем играть в этой игре, им сейчас было бы в реальном мире порядка скольки это получается? где-то 70 лет примерно, 60-70 лет. Такие уже очень-очень сильно пожилые люди. Это действие в 60-х годах разворачивается на Тайване. Просто напоминаю еще раз. поэтому никаких пока еще мобильных телефонов, интернета и прочего тут нет. Так, I think this is I думаю, что это управляющая панель, чтобы поднять роль ставня. Открыть ее, открыть, закрыть. Нет, пока не трогаем. Пока не трогаем. Подождите секунду. О, а в эту дверь можно войти. Она оказалась не забыли. Да, нихера себе. Я прямо напрягся. Китайцы умеют удивлять. Технически это тайваньцы теперь уже, но все-таки. Слишком темно, чтобы что-то видеть. Я ничего не вижу. Ладно, свет. Теперь он что-то видит. Это довольно грязный комбинезон. Запах должно быть отвратительный. Ужас какой, я бы ни за что это не надел. Керосиновый обогреватель. мы использовали его прошлой зимой. Садясь вокруг него и просто было здорово в общем. Хейми гутайна. Что у нас тут на стене? Подсобка. Что-то можно взять. Давайте возьмем рычажок какой-то. ручной привод взяли на стене. Сутра, бриллиантовая сутра. Почему кому-то пришло в голову повесить ее на стену? Я не очень хорошо знаком с буддийскими учениями. Ну ладно, видимо, кроме рычага тут ничего полезного не было. так цветочный горшок для выращивания ромащик. Только одна из них до сих пор выживает в этом горшке. Что-то там виднеется в грязи? There is something in the dirt. Что-то такое есть в грязи. Да, dig it out, please. Старая фотография вытащили с грязи. Не могу разобрать, кто изображен на фотографии. На ней написано цитата Корни под землей подземные корни не требуют себе награды за то, что они делают ветви плодородными. не не знаю, что там было, все завяло. Сам взаимос стволов был стафф из зэмзэд. Так, гакчухея. Комната директора. Понятно. Сам взаимос в в в комнате находятся самые ценные вещи, включая единственный телефон, который есть в школе. Попробуем войти. Сейчас глянем, что тут еще есть. Так, там просто подняться вверх. Ну-ка. Да, кабинет директора тоже закрыт. Контрольная панель двери. Открываем ее. Это механический рычаг. Здесь на обратной стороне крышки есть инструкции. Я думаю, что мне нужен этот рычаг. Ручка. Чтобы скрести титом, ну-ка руч классическая механика, просто мышкой их перетаскиваем куда нам надо. Вот он взял рычаг и начал поднимать дверь. Роль ставня. Механика. Старая добрая механика. Не какая-нибудь там говно электроника. ну не обижайся электронный ты мой компьютер, ты хороший. Я имею ввиду, что вообще у нас тут развелось всякой трешовой электроники. Тебе не подстать, конечно же. ну ладно. Пытаемся уйти из школы домой. Что там есть сомнения, что ему это удастся сделать. Кратчайший маршрут домой пролегает через этот актовый зал. Войти? Ну да, войти, а что еще? Какие еще варианты? Кратчайший зеркало в полный рост она как бы призывает меня проверить дважды проверить заправлена ли моя рубашка правильно приветик просыпайся ты не должна быть здесь девочка где это я это актовый зал ты была ты спала здесь на сцене чё занятия в школе отменены потому что приближается тайфун тайфун я только что пришел из моей классной комнаты ты первый человек которого я встретил странно как это я нам следует идти потому что здесь уже становится темно и начинается дождь подожди моё ожерелье пропало что ты не видел моё ожерелье я так не думаю как я должно быть потеряла его где-то я не уйду без него но это ее проблема правильно парнишка вай ты же не будешь за этой хо бегать ты пойдешь домой как нормальный правильный паренек как довольно странно видеть здесь кресло из классной комнаты они вытащили его сюда для какой-то пьесы девочка это время говорит где же она где же я его потеряла но мне плевать на твои проблемы я хороший мальчик и я пойду домой темно так само отзыв какие-то странные фигни и короче старый военный жилет старая военная куртка висит на крючке ничего особенного а зайти в эту дверь можно можно так что у нас здесь о там какой-то ключик или тип того что-то виднеется за решеткой но я не могу достать старый вентилятор для как же это называется ну в общем воздухозаборник старый электричество выключено какой-то глухой звук слышится с другого конца шахты трубы достать не может ладно ладно чего у нас еще здесь есть флагползен класс сайнс ну в общем флажки и знаки классов мы используем их во время сбора школ во время линейки короче так возьмем зонт да возьмем зонт старый сломанный зонт сейчас попробуем этим зонтом достать попробуем этим достать блин иди сюда инвентарь попробуем достать с помощью зонта ключ или что это там ожерелье да ожерелье с оленем из белого нефрита не этого ли оленя ищет девочка стоит ли ей говорить о том что мы нашли это ожерелье просто гляну она еще здесь да еще здесь ладно пока я ей ничего не скажу да я такой засранец никому ничего не скажу эта девочка выглядит сильно обеспокоенной по поводу своего потерянного ожерелья я не думаю что это хорошая идея оставить ее здесь может мне стоит помочь ну ладно ладно что это за ожерелье ты нашел его это замечательно спасибо тебе где ты его нашел в кладовке рядом со сценой вы выглядит так будто кто-то закинул его в вентиляционный люк что почему оно наход почему оно могло бы быть в таком месте а впрочем забудь это ты все равно его нашел пойдем пока дождь не усилился пойдем так секунду небольшая пауза есть такое чувство что у меня отвалился один из каналов это конечно последние стримы я заканчиваю со всем этим стриминговым делом но даже последний стрим нехорошо если что-то отваливается сейчас я быстренько youtube отвалился по какой-то причине отвалился youtube интересно почему что с ним происходит это очень странно так секунду запущу браузер гляну что не так с ютубом тара тата тара тата тара тата 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 . что за фигня тара тата тара тата что за фигня Тара-та-та, тара-та-та. Что за фигня? 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 Тара-та-та-та, тара-та-та. Что за фигня? Тара-та-та, тара-та-та. Тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та. Что за фигня? Ну, в общем, я вроде бы восстановил трансляцию, которая по какой-то причине прервалась. Что за фигня? Вроде восстановил трансляцию, да? Которая по какой-то причине прервалась. Но если видео окажется сильно битым на ютубе, я попробую скачать тогда сейв с, как его, с твича. Благо он на две недели сохраняет запись. Вот. И перезалью тогда на ютуб эфир с твича. Если он на ютубе был попорчен. Вот. Ну, вроде, пока все восстановилось. Продолжаем. Продолжаем наши похождения в этом криповом, криповом мире детеншин. Все, мы отсюда уходим. Спасибо за то, что нашел мое ожерелье. Давай возвращаться домой. Ай, подвеску. Да, действительно, довольно сильно льет дождь уже. Довольно опасно было бы оставаться здесь дольше. Пойдем домой скорее. Эта скала была здесь уже довольно долгое время. Люди говорят, что она упала с храма где-то на горе. Это офис охранника рядом с главными воротами. Я полагаю, даже охрана отправилась домой. Здесь находится выход из кампуса. Так, больше ничего интерактивного нету. У-у-у, зловещая музыка. Ну вот от кого, от кого, от тайваньцев, от китайцев, от азиатов. В целом, жести ожидать можно. Это вам не скованные моральными принципами западные разработчики. Здесь мы наверняка увидим стремную дичь. Девочка говорит, какого хрена очевидно? Мост сломался, разрушился. Не может быть. Парень побежал проверить. О, боже. Вот это да! Почему река красная? Это выглядит словно... Это выглядит словно кровь. Кровь? Не говори такого. Прости, я не думал. Что случилось? Так, давай успокоимся и подумаем об этом рационально. Должно быть разумное объяснение. Хм... Почему вода красная? Даже грязная вода не должна быть такого цвета. И он такой... А! Я думаю, я знаю, в чем причина. Выше по течению расположено несколько заводов. Скорее всего, они сбрасывают химические отходы в реку под прикрытием тайфуна. Ты в этом уверен? Я слышал, что люди об этом говорили. Возможно, ты прав. Худшее заключается в том, что... Мы не сможем спуститься с холма, теперь, когда моста больше нет. Толпы людей пересекают этот мост ежедневно. Этот мост должен был обслуживаться лучше. Ну что ж, скорее всего, нам надо возвращаться в школу. Ничего хорошего не выйдет из того, что мы стоим здесь под дождем. Да, действительно. Не волнуйся, это всего лишь тайфун. В школе есть достаточно припасов, чтобы мы могли переждать этот шторм. Хорошо. Я думаю, я могу доверять тебе. Ты выглядишь как надежный человек. Я просто пытаюсь быть оптимистичным. Ну что ж, давай тогда пойдем. Я смотрел слишком много хентая, чтобы знать, чем это может закончиться. Но это все же не хентай. Ах, мы все вымокли и промокли и устали. Что за день? Отдыхай пока что. Мы, вероятно, проведем здесь всю ночь. Подожди. Я официально не поблагодарила тебя за то, что ты нашел для меня мое ожерелье. Я фэн Рэй Шин. Старшеклассник из класса миссис Йин. Ты можешь просто звать меня Рэй. А что насчет тебя? Ты в каком классе? А, так ты мой... Господи, как же это зовется-то? Ну, сэмпай, конечно, если мы по-японски скажем. Но это же не японская тема. Ну, в общем, сорян, я не уверен, даже как это у нас по-русски-то будет. Ты старше меня на класс. Короче, ты мой сэмпай. Мисс Фанг, я Вэй Чун Тинг. Вэй Чун Тин. Тебе не надо быть со мной таким вежливым. Это немного неловко. Просто зови меня Рэй. Обычно мы не ходим в здание старшеклассников. Я слышал, что это очень конкурентное окружение, в котором все надрываются, чтобы учиться лучше других. Да ладно, все не настолько плохо. Некоторые из нас до сих пор делают, что хотят. Я завидую тебе. Тебе скоро выпускаться, и больше тебе не придется видеть этого Гоуфонга ежедневно. Инструктор Бай? Я даже не смею называть его по полному имени. Ходят слухи, что он был безжалостным убийцей во время войны. Я тоже не посмею сделать это ему в лицо. Мы все очень напуганы им. Боимся его. Мы избегаем его любыми доступными способами. Ахем. Эй, ты, иди сюда. Почему ты прячешься от меня? Ты связан с коммунистами? Воу, это была идеальная имитация. У меня прям мурашки по коже. Ха. Да, ха, да ладно, держись, приятель. В следующем году наступит твой черед выпускаться. Да уж. Проблемы жизни. Эй, а знаешь, я знаю, чем мы можем заняться. Давай-ка я пойду в кабинет директора и посмотрю, не смогу ли я кому-нибудь дозвониться по телефону. А потом я возьму обогреватель из кладовки и несколько одеялок из медицинской комнаты. Этого должно быть достаточно, чтобы мы переждали ночь с некоторым комфортом. Это довольно неплохо продуманный план. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Да не, я справлюсь сам. Тебе стоит здесь отдохнуть. У мужика все под контролем. Эй, ты, а ну-ка, постой. Не воспринимай меня как одну из этих испорченных, избалованных девчонок. Я, пожалуй, что буду более компетентна, чем большинство парней. Прости, это мои слова как-то получились не очень удачными. Да ладно, тебе не надо извиняться. Я знаю, что ты просто пытался помочь. Ладно, я пойду сделаю телефонный звонок. И после этого мы сможем пойти вместе, найти нужные нам вещи и принести их обратно в классную комнату. Хорошо звучит неплохо. Я подожду тебя здесь. Просто возвращайся скорее. И здесь становится довольно темно. Так, секунду. Микрофончик сейчас попробую. Поправлю чуть-чуть. Видите? Вот как-то так. Вот как-то так. Должно быть чуть лучше. Главное, не падай, бро. Ага. Все. Поехали дальше. На, действительно стало довольно... О-о-о! Всего-то на пару шагов отошел и тут же крепота полезла. Ничего себе. Субтитры сделал DimaTorzok Его шаги отзывались тихим эхом. Пробуждая во мне... Пробуждая во мне некий саспенс, некую тревогу. Реальность отходила на второй план, а время замерло. Я сглотнул в то время, как пустота окружила меня. Понеслась крепота. Рэй, ах! Почему? Что случилось? Выглядит так, словно он совсем не дышит. Он... Он... Он мертв? Но как? Он был в порядке всего лишь секунду назад. О, боже! Я только что тебя встретила. Скажите мне, что это только плохой сон. Так, Рэй, вздохни поглубже. Это записная книжка на сцене. Это журнал Вэя. Получен предмет, записная книжка. Видела, как он раньше сквозь нее... Как он пролистывал ее ранее. Может быть, там есть... Ключи к тому, что произошло? Поэма-предсказания из храма. Поверни колесо с законами Вселенной, чтобы открыть путь вперед. Скорее всего, речь идет о классических буддийских барабанах, которые вращают вокруг своей оси. И на них написаны разные мантры. Ключ с законами Вселенной, это может быть буддийская сутра. Даймонд-сутра. Окей. Так, что еще? Какие варианты есть? Что здесь происходит? Что за кошмар? Здесь ничего нет. О, я знаю эту куртку. Она принадлежит мистеру Као. Мне следует взять эту свечу с собой. Она осветит путь. Когда это было построено, маленький храм? Алтарь, алтарь, точнее. Поклоняются нескольким божествам. Я не узнаю никого из них, кроме Бога Земли. А это что рядом с возжигателем благовоний? Ключ от аудитории. От зала. Рядом с ключом лежит записка. Что это? «Pacing the lingerie». Я не уверен, что я могу перевести линджеред, линджеред. Ну, в общем, встречая существо в пижаме, а пижамленное существо. Существо в нижнем белье, что-то типа того. Короче, видимо, встречая завернутого мертвяка. Так. Какие-то обучаем. Семь-семь-семь. Подобранное на алтаре выглядит, как картинка из детской книжки. Не пугайся, когда ты увидишь линджеред. Я буду называть это пижамошником. Не пугайся, когда ты увидишь пижамошника. Просто задержи свое дыхание и молча уйди. То есть вот что надо делать при встрече с пижамошником. Задержать дыхание и молча уйти. Путь вниз по склону холма исчез. Вы слышите этот шорох, да? Я тоже слышу. В общем, сейчас мы встретимся с пижамошником, очевидно. Правый клик, чтобы задержать дыхание. Как долго она может задерживать дыхание? Вот в чем вопрос. Не очень долго. Фу. А мне теперь стало интересно, могу ли я туда вернуться обратно. Да, могу вернуться обратно к пижамошнику. Но здесь ничего не кликабельно. Ладно. Прошли через него и все. Что у нас в подсобке? Ничего особо интересного. Опа. А что-то появилось новенькое. Дохлая крыса, бумажка. Записка. Я слышал, что учитель начал клуб для студентов, для учеников, и они там читают какие-то запрещенные книги. Правда? Я думал, что книжный клуб – это было просто место для занятий. Ага, запрещенные книги. Коммунистическая пропаганда не иначе. Дохлая мышь. Неудивительно, что здесь так плохо пахнет. Ладно. Дохлую мышь мы в инвентарь пока не потащим. Когда-то я думал, что держатель штандарта – это самая классная роль на линейке. Но сейчас я просто хочу убраться отсюда. Корзина заполнена мусором. Так, на сцену зайти нельзя. Ладно, этот тип все еще висит здесь. Глянемся в зеркало. Я надеюсь, я смогу проснуться от этого кошмара. Дверь заперта, но у нас есть ключ. Да, это, судя по всему, правильный клич. Вот она вышла. В школу звенит, звякает, звенькает телефон. Несмотря на то, что скоро у меня выпускной, очень мало знаю о нашем директоре. Такое чувство, что он приходит в школу в маске. Ну, понятно. Кто может быть... Кто это может звонить в такое время? Может быть, я смогу получить какую-то помощь? Ходит внутрь. Телефон, телефон. Вот он телефон. Уэй сказал, что он собирается связаться с кем-то из людей в городе. Может быть, это они звонят обратно? Алло, я студент из Гринвуд-Хай. Здесь кто-то умер. Пожалуйста, пришлите помощь. Алло, кто-то меня слышит? Там была реплика. Фан, я жду тебя в офисе. Канцелорофис, господи, кто это? Психолог, советник? Ну, в общем, что-то вроде человека по воспитательной работе или просто в комнате... Короче, Фанк, я жду тебя в учительской. По телефону зловеще сказали. И она такая, что происходит? Какого хрена здесь происходит? Кто это был? Как он знал, что это была я? Канцелор, канцелор, как же это по-русски-то будет? Тут странный случай, когда я знаю прекрасно слово по-английски, но я не уверен, какой у него русский-то эквивалент. советник, школьный психолог, учительская канцелор. Ну, скорее всего, что-то вроде школьного психолога, я так понимаю. Так, дайте я звук еще тише сделаю. То, по-моему, он прямо совсем громкий. Ну что, время обыскать кабинет директора. Так, это алтарь для молитвы. О, здесь можно сохраниться на алтаре. Да, давайте засейвимся. Чувствуешь себя благословленным? А кабинет, шкаф с документами, не должен ли он быть закрытым? Вот шлист, список для наблюдения. Или, скажем так, список тех, кто находится под подозрением и за кем надо наблюдать. Для чего вот шлист? Она задается вопросом. Эта папка пустая. Эти документы заставляют меня чувствовать себя некомфортно. Так. Больше тут ничего нет. Шуймо пейнтинг. Какой-то, видимо, стиль. Рисование мне, кстати, неизвестное. Это вам не у Кио. Это пейзаж рядом со школой, находящийся на картине. Рисунок тушью. Так, больше здесь. Так, так, так. Книжные полки, заполненные книгами по истории, лидерству и войне. Если я правильно помню, директор тоже у нас ветеран войны. От мистера Као, инструктор Бай, директору. Большинство преподавательского состава выглядят связанными с армией. Неужели все школы такие? Ладно. Выйдем из кабинета. Так, куда я пошел? Туда мне не надо. Вернись обратно. Опа! А здесь дверь внезапно-то заколотили? Она не была заколочена. Все заколочено. Да, теперь все заколочено. Мы передвигаем вещи в эту комнату и из нее во время школьного года довольно часто. Плохие воспоминания. О, зловещие надписи на двери. Сейчас, сейчас мы в дверь войдем. Так, здесь дверь наверх. Точнее, лестница наверх. Закрыта на замок. Причем, это очень специфический замок из триграмм. Классический замок, азиатский. Китайский, я бы даже сказал. Триграммный. Ну, самих замков у них триграммных, в общем-то, не было. Но... Ну, в общем, она нам говорит, что не сможет открыть замок, пока не поймет, как читать эти странные символы. Логично. На доске что-нибудь поменялось. Сочинение из моего второго года обучения. Когда они в последний раз обновляли эту доску-то с объявлениями? Она задается вопросом. Комната мистера Као. Что же это на двери? Такое чувство, что здесь нарисован тауистский талисман. Странно. Дверь не закрыта, но я не могу ее открыть. Интересно, ее амулет тут не сработает? Это не делает ничего. Ну, ладно. Ясно, понятно. Пойдем к другой лестнице. Второй этаж. Тауистские талисманы защиты наклеены по всей стене. Все заколочено. Я не могу ничего разглядеть внутри. Опа! Видите, да? Видите? Не может она ничего разглядеть. А я вот вижу кое-что. скользящая дверь замотана колючей проволокой. Я, возможно, смогу ее разрезать с правильным инструментом. на бумаге написано умер молодым. Это кабинет Вэя. В смысле классная комната Вэя. ты сама по себе. Кто написал это? Это сиденье Вэя. Что-то написано на парте. Укрепи свои крылья. Лишь небо твой предел. Ну, проще говоря, предела нет. Укрепляй себя. Он выглядел довольно приятным парнем. Это ужасно. Азартные игры запрещены на территории школы. Кто будет пойман играющим в азартные игры, будет исключен. здесь. я обычно прочищала свою голову, ну, или приводила ее в порядок. но сейчас у меня только мурашки по коже от этого места. Что это? Плаерс инзесинг. Щипцы. В раковине щипцы. Плоскогубцы. Моя голова болит. Я выгляжу ужасно. как вы погиб таким образом. Я тоже в опасности. Белый олень, пожалуйста, скажи мне, что это всего лишь кошмар. Забыла или ты боишься вспомнить? Появилась надпись в зеркале. Что? Что это было? Вы знаете, у меня я много как бы фантастики читал всякого разного исторических документов и фантастики. У меня короче появилось первое предположение по поводу сюжета этой игры. Короче, эта девчонка сдала вот этому военному инструктору мистеру Као людей из клуба. подпольного клуба коммунистов. И этот убийца мистер Као он их всех поубивал и их духи убитые они теперь ей мстят и затащили ее в этот потусторонний мир. Потому что она их сдала. вот такое первое предположение у меня по сюжету игры. Посмотрим подтвердиться или нет. Закрыто не думаю что кто-то внутри. Дверь вся покрыта пятнами. Это плесень? Это отвратительно. Как оно стало таким грязным? Сгнивший запах запах тухлятины доносятся изнутри. Я не хочу открывать эту дверь. Темно-красные пятна на раковине. Что-то застряло в трубе. А краска в месте таком как эта она достала оттуда из раковины. Нет это не краска она имела ввиду дай как кость. Игральная кость в таком месте. Ладно кость мы достали дальше пошло. Куча хлама блокирует проход дальше. короче дальше она не может пройти. Так 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 спокойно я же вдохнул и нажал правую кнопку мыши алло лак 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 интересно здесь как и чп вообще и здоровье персонажа в этой игре отмечается потому что сейчас девчонку несколько раз про атаковали я вот не могу понять она понесла урон от этого или нет он с помощью плоскогубцев мы открыли дверь вот другой вопрос нужно ли нам туда идти мы пойдем центр здоровья но записочка давайте поднимем записочку о новый способ пробраться мимо другого призрака предложение еды подобрано коридора около я так понимаю около медблока или у комнатами сестры называйте как угодно так поставь еду и почти усопшего после этого задержи дыхание и не задерживайся в общем понятно медицинская комната с медицинскими припасами закрыта у медсестры должен быть ключ зайдем в комнату медсестры о возможность засейвится давайте засейвимся а вот и подношение которые можно будет взять с собой сейчас взять подношение успеется дайте осмотреться плане что тут есть бумажка документы лежат на столе записки о пациентах так диагностика медцентра каким образом ученики могут быть настолько сильно изранены дата 20 апреля имя хуан гнинг чунг 17 лет мужчина правая рука закрытая трещина левая запястье тоже трещина кости короче правую левую руку чуваку просто отбили какому-то так это видимо какой-то непонятный тест о там ключ есть в углу тени в углу поднять доску до поднять подними доску давайте возьмем ключ сторожки ключ от подсобки взяли вот наша food offering подношение еды добыли дверь эта дверь заперта с другой стороны давайте еще раз засыпаемся так надо видимо сделать подношение так ну алё инвентарь опа совсем криповая комната экстренный душ и место для того чтобы помыть лицо что-то плавает в раковине еще один кубик еще одна кость вот эта игральная кость на теперь у меня есть две игральных кости можно будет играть в азартные игры здесь кто-то был пол влажный острый запах доносится из металлической коробки это растворитель краски получили растворитель краски открываю дверь теперь я могу попасть внутрь ох ты у нас снова появилась подношение еды могут бесконечно респится что ли так давайте засыпимся снова раз уж я тут мимо прибегаю пойдем на третий этаж так секундочку я по-быстренькому хочу проверить все ли в порядке есть у меня подозрение блин да есть у меня очень сильное подозрение что стрима абсолютно никто не видит по какой-то причине по какой-то причине стрима не видно только на твиче идет стрим нормальная причине а на ю тубе стрим заглючил полностью видимо придется его выкладывать уже потом сохраненную версию встреча брать и выкладывать на youtube чтобы она была ну что я могу поделать ничего не могу поделать перезапускать сейчас не хочется ломать твичевый стрим не хочется сбился стрим так сбился ничего уже с этим не сделаешь перезалью встреча давайте пока что продолжать как есть и так мы на третьем этаже это кровавые пятна оп 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 я видел 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 нам этот зомби дух шлялся не пойдем мы ему навстречу мы его обойдем через кабинет так что это у нас тут одна единственная парта и стул находится в классной комнате это вызывает чувство одиночества что здесь какие-то странные отметины на столе они выглядят как слова и буквы но они слишком слабы чтобы их разобрать возможно мы с помощью растворителя краски сможем их рассмотреть нет растворитель краски здесь нам не помогает точно не помогает совсем 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 не помогает да не помогает ну ладно пока с этим мы ничего сделать не можем пока что мы эти слова не прочтем пойдем потихоньку дальше я не помню эти стальные прутья здесь видимо придется мне поискать другой путь у меня есть идея у меня есть идея я хочу ее проверить возможно растворитель краски смоет тауистские символы с первого этажа сейчас проверим и 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 Карта страны Мы должны запомнить название каждой провинции для урока по географии Забавно, а я ведь не очень-то хорошо знаю даже наш собственный маленький городок Какой смысл знать о местах настолько удаленных? Почему это в доску вонзили нож? Несмотря на ржавчину, он все еще выглядит острым Забрали себе этот ножик Стол выглядит ужасно Кто-то многократно вонзал в него нож Неужели это сделал мистер Као? Бесплатный календарь, который раздают в офисе мэра городской администрации В каждом доме такой есть Плакат со знаменитостью Эта комната пахнет алкоголем и табачным дымом Я задыхаюсь Чашка Белая керамическая чашка и нельзя ее поднять Она словно прилипла к столу Внутри чашки есть царапины Но это чашка для игры в азартные игры Как раз туда надо кубики будет закидывать Кажется, слух Согласно которому люди играли в азартные игры в школе Это не такой уж и слух Подожди Успеется закинуть кубики Дайте досмотрю помещение Ведро для воды Что-то внутри есть Еще один кубик Да, третий кубик Темные пятна На Дне ведра Этот запах И копошащиеся жуки Лучше я не буду вглядываться в это Или я Сблюю Как говорится Лучше не знать А то того Ладно, давайте закинем кубы У меня теперь Есть три кубика Бросить кубики Да Тос за дайс И как вы видите Кубики превратились в зубики 6 8 11 Воу Что это такое Зубы? Я думала У меня были в руке Обычные кости Эти цифры Не может быть Я довольно Я точно была уверена Что это были Обычные игральные кости Когда я их бросала Добавлена заметка в журнал Кости Или Зубы Что случилось? После того Как я закинула Кости в чашку Они превратились в зубы Что эти цифры Должны обозначать 6 2 3 Что это был за звук? Чашка Отлипла От стола Получен предмет Керамическая чашка Ну знаете Что я вам скажу Мы еще стрим пока не заканчиваем Еще часик постримлю Но в целом Мне Мне нравится местный Скажем так Необычный подход Технически Мы играем В Point and click Adventure То есть Собираем предметы Инвентарь Комбинируем что-то Но очень специфический Визуальный стиль Совмещенный С азиатской Вот этой спецификой Плюс мрачная Вот эта обстановка Закрытых школ Закрытых Маленьких Азиатских Городков Гнетущая атмосфера Китайско-Тайваньского Противостояния Поиски коммунистов Террор Антикоммунистический И на все это Намешанная Какая-то Местная Чертовщина С духами В общем Это выглядит Очень Артхаусно Да Артхаусно Но интересно Интересный проект И вот вы понимаете Именно вот такая Всякая странная Дичь В такую странную Дичь я играю Я вам даже больше скажу Это далеко Не самая Странная Дичь В которую Я играю Есть Гораздо Гораздо Более Странные Игры И во многом Вообще Это хотя бы Можно стримить Да Здесь есть Какая-то Картинка Здесь что-то Происходит Это можно Постримить А другие игры В которые я играю Их блин Даже не постримишь Настолько Там все Ну специфично Для восприятия На стриме Оно Вообще Не взлетает И как Понятное дело Что я Непопулярный Стример В связи с этим Что никто Не задерживается На моих стримах Когда я Стримлю Такую Странную Дичь На стуле Лежит Записка Найдено В комнате Мистера Као Пророчество Будет Открыто Когда Жертвоприношение Сделано С помощью Крови Невинного Иллюстрация Разрезая Глотки Это Действительно Неприятно Она Говорит Так У нас Теперь Есть Чашка Ножик Что делать Это Дальше Попробовать Замок Открыть Так По-прежнему Не могу Открыть Этот Замок Не знаю Как читать Комбинацию Символов У меня Появилась Идея Правда Одна Ох Странная Эта идея Ребятки Я даже Не буду Ее Озвучивать Слух Я ее Просто Проверю Проверю Я ее Требят Продолжение Окей. В общем, получили мы наполненную чашу без лишних комментариев. Посмотрим, где и как ее можно будет использовать. Да уж, игра, в которой события развиваются очень быстро. Продолжение следует... Кровь впитывается в отметины. Что я могу использовать, чтобы запечатлеть эти отметки? Ну, наверное, журнал. Отлично, мы получили код к замку таким способом. Кровавый отпечаток. Отпечатано с доски в классе. С парты в классе. Здесь находятся символы и номера из Йи-Чин. Это книга перемен. Древний китайский пророческий текст. Микрокосом всей вселенной и символическое описание процесса перемен. Ну, ладно. Книга перемен, так книга перемена. Пойдем открывать замок. Пойдем. Пойдем screws. Пойдем внизу. Погодем внизу. Пойдем Discovery. 623 насколько я помню так 6 это у нас будет пробел цельная пробел 2 пробел цельная цельная 3 пробел цельный пробел пробел вот так выглядит 3 пробел посередине открыт щелчок раздался из замка дверь открылась слабое красное свечение просвечивает из кабинета ну давайте попробуем войти сейф-пойнт неплохо давайте засейвимся ну что кто же тот таинственный звонила которую ждет нашу девчонку в этой на этом третьем этаже зловещий звонила дверь закрыта можем ли мы ее открыть нет не можем и кто-то сюда идет надо бежать я так понимаю ноги 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 опа а вот не помогли ноги 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 Сожрали Возможно так и было задумано Судя по всему так и было задумано От него и не могли убежать Коридор был бесконечный А тот тип бежал явно быстрее Дьявол, несущий тысячи душ Он прячется в тенях И он нажирается на твоем страхе Если он видит, увидит тебя Беги прочь и никогда не оглядывайся Поговорить не дадут с этой странной фигурой Просто типа нам дали совет Я собираю их всех Дорога обрушилась и нет пути назад Река жизни течет Души постоянно тонут и всплывают Прошлое Прошлое это прогулка в тумане Не позволяй туману ослепить твои глаза Юные отправляются Старики следуют Оставляя нам пустое пространство Ну понятно, в общем Местный хорон Толкает речи Попытка номер два, видимо, нам предстоит Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги Убеги, дуробаба, убеги, убеги, не оглядывайся. Убеги, дуробаба, убеги, не оглядывайся. Коридор длинный, но все-таки не бесконечный. Убежать от него дали возможность. Вот мы вошли в какую-то странную комнату. Амитавабуда, Амитавабуда, Амитамабуда. Кто-то написал имя Будды на всех стенах. Добавлена заметка. Возраст 17, мать-домохозяйка, негативно. Настроение подавленное. Постоянное опоздание постепенно улучшается. Необходима последующая проверка. Или последующая поддержка. Рекомендуются легкие занятия, такие как чтение. Подписано членами, сотрудниками школы, условно говоря. Советник Чанг Мин Хуй, учитель, классный учитель Йин Цуи Хан, офицер Бай Гу Фон, директор Шен Джин. И мы перенеслись в совершенно новое место. Моя кровать. Я сплю гораздо лучше на моей собственной кровати. Кто-то прибрался на моем столе. Вероятно, мама. Я чувствую, словно у меня нет абсолютно никакого личного пространства в этом доме. Так, они говорят, что я должна наслаждаться своей молодостью. Но я нахожу это довольно сложным. Что произойдет после выпускного? Куда я должна пойти? Неужели я закончу так же, как мать? Ладно, прекрати волноваться так много, Рэй. Жизнь идет вперед, что бы ни случилось. Будь оптимистична. По крайней мере, этот выходной будет. Каким-то он будет. Довольно прочный шкаф. Это часть гардероба моей матери. Что? Мать выкидывает мои вещи, не говоря мне об этом. Старая фотография вытащена из мусорки. Фотография, найденная в мусоре. Цитата на ней написанная. Помни, надежда – это хорошая вещь. Возможно, даже лучшая из всех вещей. И никакая по-настоящему хорошая вещь никогда не умрет. Проще говоря, надейся. Я ненавижу это, когда она так делает. Они опять ссорятся. Что-то я чувствую, что хочу спать. Пожалуй, вернусь-ка я в кровать. Короче, вся эта вот сцена в ее комнате она ради того, что мы вытащили из мусорки фоточку с напутственной надписью «Не теряй надежды». Если бы бумажный самолетик мог бы унести мои мечты прочь отсюда, где я могла бы проснуться и обнаружить себя в иной земле, где-то на чужбине в других землях, чтобы начать жизнь заново, неизвестной никому. Ох, как здорово, как замечательно это было бы. Короче, девочка хочет в Америку. Все, проснулась. О, засеялись. В принципе, я уже потихонечку думаю о бумажной самолетике. В принципе, я потихонечку уже думаю сворачиваться. Сколько у нас еще есть времени-то? Всю игру, очевидно, за время одного стрима пройти мы не успеем. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Значит, время у нас 10, 30, да? Ну, давайте еще, может быть, минут 20 поиграем до следующего сейв-поинта, до следующего алтаря будем заканчивать. Окей. The Command Post. Пост охраны? Пост командования? Так это в середине поля. Все такое старое и разрушенное. Тупик. Здесь поля провалились. Все затоплено кровавой рекой. Которые не видно ни конца, ни краю. Штандарт. Веревка ударяет по металлическому стержню. Что меня на данный момент, по крайней мере, скажем так, радует, что все загадки, они очень логичные. Я обычно, когда играю в игры вот такого жанра, Point and Click, адвенчуры, квесты, пазлы, я сильно страдаю от того, что загадки совершенно нелогичны. И зачастую без гайдов их не разгадаешь. Здесь, как видите, я играю без гайдов абсолютно первый раз, и мы пока еще нигде даже не застряли. Все логично, все понятно, все понятно, можно проникнуться атмосферой игры, не отвлекаясь на какие-то гайды или тубку. Это хорошо. Так, это здесь, значит, выход. Мы пришли к какой-то стене. Здесь дверь заблокирована. Здесь должна быть мастерская клуба по изготовлению кукол, управляемых кукол. Марионеток, вспомнил, как это по-русски. Это должна быть мастерская по изготовлению марионеток, клуба марионеточников. Кукольный театр в тележке, в ручной тележке. Во время летнего перерыва мальчишки из класса будут использовать, используют эту тележку как их боевой танк. К сожалению, они довольно быстро сломали колеса. Здесь записка на тележке. Призрак с фонарем. Ну и, соответственно, способ, как справиться с этим призраком. Иллюстрация призрака с фонарем. Если тебе придется встретиться с призраком, несущим фонарь, отвернись и стой абсолютно неподвижно. когда этот призрак подойдет близко, останови свое дыхание, не дыши, не паникуй, и он пройдет дальше. Проще говоря, даже двигаться нельзя, когда видишь призрака с фонарем. не дыши, не двигайся, прикинься ветошья. Все ясно, понятно. Зайдем в ближайшую дверь, глянем, что тут есть. Эти стеклянные сосуды здесь, они из нашей биологической лаборатории. Каждый из них содержит внутри куклы, муляж, марионетку. Огромное количество кукол свешивается с потолка кукол и марионеток. Печка. Каменная печь. Я помню, когда-то раньше мама сказала, что она сожгла духовные деньги. Я даже не знаю, как это перевести, спирит мани. В общем, какие-то особые деньги для дуков, возможно, чтобы получить благословление на здоровье и удачу. мне всегда это казалось больше похожим на сделку с дьяволом. Духовных денег у нас тут нет. Запомним, что оно здесь стоит. Ладно. Идем дальше. Идем отсюда. Дверь закрыта с другой стороны. Эта дверь должна вести ватрион. Спустимся в подвал. Подвал залит водой. коленопреклонная фигура с деревянным, с деревянной херней на спине. Не могу сказать, кто это из-за капюшона на голове. Ладно. Деревянные колодки на краях немного засохшей крови. Еще одна фигура. курильница для благовоний. Храмовая курильница для благовоний. Перед тем, как помолиться, мама обычно зажигает три палочки с благовониями. Она говорит богам свое имя и место рождения и после этого впадает в спиритуальный экстаз. Она часто рассказывает им многие свои проблемы и желания. твое имя бы ей не рассказать все это настоящему человеку вместо того, чтобы жаловаться невидимым богам? умная девочка. Умная девочка с научно ориентированным подходом. Молодчинка. Эта клетка пуста. Пахнет гниющими растениями. Что за преступников они здесь держат? Еще одна коленопреклонная фигура. Что это такое? Что это должно быть? Что все это значит? Так, тут закрыто тут. Ага, вот и спиритмани духовные деньги. Металлическая дверь, она закрыта. Оп. Вот. Все фигуры-то исчезли. не все кое-какие еще остались. Одна фигура исчезла. Поднимемся на второй этаж. Так, здесь закрытая дверь на крышу. Ключи у нас нет корни деревьев растут из швов. Дверь полностью заблокирована. Отвратительный травяной землистый запах. Это комната с проектором. Заглянем в комнату с проектором. Киноклуб местный. Различные фильмы лежат на полке. Пленки точнее. на полке лежат различные пленки. Они все выглядят запутавшимися, спутанными. Фильм, да-да-да-да-да-да. Политическая пропаганда, военное обучение. Инструктор всегда инструктор всегда может сказать миллион вещей по поводу того, что происходит в фильме на пленке. Нет ли здесь какого-нибудь другого фильма, который я могу проиграть на этом проигрывателе? Типа что-нибудь пободрее. видимо надо его где-то будет найти другой фильм и поставить в проектор. С полки не возьмешь, там все запутано. Ладно, понятно. Это что за комната? Ага, медиа комната. Здесь они смотрят фильмы и здесь еще неплохо бывает пробраться и поспать. Ну посмотрим, что здесь происходит. доска вся в доска вся зарисла плесенью и грибком. На слога не можно прочитать. Оставь свою смерть в руках других. лозунг гласит патриотизм требует от нас постоянных жертвоприношений. три благовонных палочки, неотмеченная могила без отметок и три точнее могила без надписи воздвигнутая в центре комнаты. Скорее всего ничего под этой плитой нет. Здесь есть три незажженные палочки. Взять палочки. И как только ты взял, как только она берет палочки, проступает имя на плите. Могила Вэйчунтина того самого парня. Неужели наследие умерших это всего лишь кусок камня? когда только все эти надписи успели появиться? Сничер Крыса или как это Стукач Вот Стукач Стукач Неужели это все надписи А Инфор Манти Инфор Манти Господи не выговоришь Дайте мне добраться до сейв поинта чекпоинта Будем уже на сегодня закругляться А то я что-то видимо подустал День был долгий Я начинаю уже тупить и залипать Оп Так Не Двигаться Зажмурить Дыхание Не Дышать Все Вроде обошлось Разминулись с местным прозраком Где же сейвпоинт А Пора бы уже Пора бы уже засейвиться Сейчас глянем что там с другой стороны карты В эту сторону пошел Может там с другой стороны карты что-нибудь есть А собственно вот он и сейвпоинт Отлично Так записка на столе Сейвпоинт Сейвпоинт Черные и белые непостоянности Согласно легендам Это два древних чиновника Во время обыкновенной рутинной инспекции на них упало несчастье и они погибли пытаясь защитить один другого А Владыка мертвых видя их верность назначил их как посланников смерти И с тех пор люди при смерти утверждали что видели как эти двое приходят забирать души Ну понятно версия Шенегами такая вот азиатская точнее тайваньская тайваньские Шенегами Просто гляну что тут с этой стороны Тупичок нет не тупичок закрытая дверь Есть вообще у меня подозрение одно Так руки этих фигур выглядят так словно они должны что-то держать что же чего же им не хватает В руках им чего-то не хватает Блин засыриться или еще чуть-чуть Давайте засыримся побежим в ту сторону Я просто знаю уже что надо сделать Мы это сделаем по-быстренькому прям по-быстренькому Вернемся снова к этому алтарю засыримся посмотрим откроем двери и хватит на сегодня И не только на сегодня давайте начнем с того что сожжем эти спиритуальные деньги спирит мани посмотрим что произойдет ой на мировые духи я подношу вам эти духовные деньги прошу вашей защиты улетели огонь потух топка внезапно затухла что же там лежит как это может быть эта вещь должна давно была превратиться в пепел если она лежала внутри но нет мы видим веер из птичьих перьев физер физер опа вот это внезапничек был не ожидал я такой подставы какие советы выдаст хорон в очередной раз эти объекты похожие на людей они наполняются со временем злом справляйся с ними так же как с неупокоенными духами понятно зажать дыхание надо тихо тихо пройти мимо злые мысли собираются и аккумулируются пока у них не начинается своя собственная жизнь однажды они превращаются в шторм так затыкаем дыхание тихо тихо тупо вышли следующая задачка зажечь три свечи три палочки с благовониями я прошу богов только того чтобы я могла жить так как хочу жить самой собою что это был за звук открылась клетка клетка тюрьмы открыта деревянный деревянная бирка на спине статуи свободно скажем так не закреплена получен предмет деревянная бирка просто интереса ради гляну там с другой стороны ничего интересного не случилось дверь не открылась нет эта дверь все еще закрыта теперь мы вложим деревянную бирку и веер в руки статуи и откроется дверь в другом конце по крайней мере в теории должна открыться да не она откроется здесь же все логично я повторюсь это совершенно логичная адвенчура здесь скорее она не про сложные загадки и пазлы она скорее про про атмосферу и про мифологию местную давайте вставим ну все дверь открыта морозный воздух короче морозный воздух дует из открывшихся дверей вопрос в том пойдем мы туда сейчас или нет и я думаю что нет не пойдем уже поздно мы сейчас засейвимся будем заканчивать и так мои короткие мысли по поводу этой игры она называется детеншин задержанные или оставленные после школы как кому удобнее понимать интересно азиатская мифология очень интересно она выполнена в графическом стиле с какими-то вставками рисунками фактически из реальной жизни взятыми где-то просто скопированными но в любом случае графический стиль вот этот вот он интересный и немножечко криповый словно все это вырезали из каких-то старых азиатских газет вот эти бумажные человечки не знаю интересно прикольно крипово необычно и абсолютно никому кроме меня и возможно азиатов каких-то не нужно ну что поделать такие вот у меня странные вкусы что поделать люблю я всякую дичь интересные артхаусные необычные игры в целом я вот вы сейчас видели играл на ваших глазах и что я могу сказать хоть и не доиграл но доиграю обязательно но уже без стримов потому что я напомню на этом мы с вами распрощаемся дорогие мои больше стримить я не стану поскольку вот даже и сегодня вы видели стримлю на две площадки на твич на ютуб на ютубе были некие технические проблемы но на твиче стрим шел без задержек на ютубе тоже со временем появился никто не зашел даже поздороваться никто никому это не надо а стримить без возможности интерактивно пообщаться с подписчиками просто с заглянувшими людьми на огонек мне банально скучно вот я с таким же успехом могу поиграть в игры молча и получу ничуть не меньше удовольствия а стрим без общения мне кажется он бессмысленный я же в конце концов делаю не обзоры игр на ютубе а именно стримы то есть прямые трансляции во время которых можно поговорить и все такое и делать стримы без зрителей совершенно без зрителей уныло я полгода пытался с весны раскачать канал как-то снова набрать аудиторию но видимо после того как закрыли атлас реактор единственную игру которую я играл много часто и стримил в любой непонятной ситуации люди приходили посмотреть на атлас реактор но без него вот видимо интереса у публики нет что поделать что поделать конкуренцию веселым и безумным школьникам я однозначно в плане энтертеймента проигрываю ничего с этим не поделаешь так что вот удачи вам на стримах у других стримеров играйте в хорошие интересные игры играйте в нестандартные игры в том же стиме много чего интересного а на этом я с вами буду прощаться прощаться надолго как я уже сказал канал я хоть и не буду удалять на нем в конце концов немало интересных видео со старыми стримами особенно с записью ныне почившего в бозе атлас реактора но нового ничего по крайней мере ближайшие полгода год я скорее всего уже стримить не стану и не планирую такие дела поэтому даже те кто из вас подписан те немногие люди можете смело спокойно отписываться от канала ничего интересного на этом канале пока не планируется он уходит в длительный запой литургический сон и так далее называйте как угодно такие дела все всем спасибо всем хорошего вечера хорошего года хотя 2020 мало для кого был хорошим но надеюсь что вас он не сильно зацепил а на этом мы заканчиваем всем пока ребятки сайонара минасан минута минута 3 минута 8 минута минута